Дачные участки в коллективных садах и дома в сельской местности, используемые как дачи, часто становятся объектами посягательств преступников. Один такой, на первый взгляд, вполне приличный гражданин, целенаправленно на своем транспорте, совершал регулярные объезды домов и крал предметы, представляющие хоть какую-то материальную ценность. Сотрудники уголовного розыска вышли на его след. Причастность к совершению правонарушений была доказана в ходе предварительного следствия. В производстве следственного отделения МОВД России Буйский в период с октября 2015 года по февраль 2016 года был возбужден ряд уголовных дел по фактам краж из дачных домов, садовых товариществ Буйского района и хищений из жилых домов, из деревень и территории Буйского района. Потерпевшими по данным уголовным делам являлись 12 человек. Общий ущерб по уголовным делам составил свыше 100 тысяч рублей. Усилиями уголовного розыска нашего межмуниципального отдела лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Им оказался 32-летний житель города Буя, ранее судимый, в городе Москва за покушение на грабеж. Данный гражданин был задержан. В последующем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия. Было установлено, что злоумышленник совершал преступление в вечернее и ночное время. Преступление совершал в одиночку, передвигаясь на личном автомобиле. В ходе следствия часть имущества была обнаружена в жилище преступника и изъята. Также в ходе следствия был наложен арест на имущество, а именно на личный автомобиль преступника. В ходе предварительного следствия данные дома признаны жилыми, поскольку большую часть календарного года хозяева находятся и проживают именно в данных домах. Уезжают только, так скажем, сильные морозы, поскольку они также имеют квартиры на территории Буйского района и им просто комфортнее проживать в квартирах. Тогда дома полностью пригодны для проживания, необходимые утвари имеются, печи и так далее. Это именно жилые дома. В основном преступник похищал изделия из цветного металла. Это посуда и самовары. То есть, наверное, в основном самовары. Но в одном из жилых домов была похищена бытовая техника, это пылесосы, пароварки, бензопила. Также то есть изделия, которые были в последующем обнаружены у него. Мущество злоумышленник сбывал на территории города Ярославль. И вот 29 февраля 2016 года уголовное дело было направлено в Буйский районный суд для рассмотрения. В настоящее время вынесен обвинительный приговор. Преступник приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии строгого режима. Чтобы не стать жертвой воров, лучше всего не хранить сколь-нибудь ценные вещи без присмотра. Сейчас это уже менее актуально. А вот в те периоды, когда они остаются без присмотра, то есть зимние периоды, чаще бывать на своих участках и принимать меры к сохранности. Соответственно, запирать. Еще освещение было бы хорошо установить на, скажем, улицах. Вот в поселке Чистой Бары, например, участки, там довольно много коллективных судов, там много дорожек. И если бы было установлено освещение, возможно, бы злоумышленник и побоялся туда лезть. Насколько я знаю, этот вопрос решается сейчас или решался на тот момент. Ну, также, конечно, принимать меры к сохранности имущества. И на тот период, когда хозяева не находятся на своих дачных участках, самое ценное имущество нужно забирать с собой и не оставлять его длительно, без присмотра. Продолжение следует...